Мы разворошили осиное гнездо и в этом гнезде у нас сегодня Форты Банк, агентство по работе с дебиторами и специальная финансовая компания Union Trust. Вся эта тройка игроков на финансовом рынке занимается тем, что тупо обувает наших сограждан. Теперь такие действия оказались вне закона. Сегодня создан судебный прецедент. 23 тысячи должников могут не платить кредиты, а некоторые даже вернут свои деньги. Мистика, скажете вы. Нет, это диктатура закона. В эту муть на самом деле Форты Банк притянут за уши. Он лишь является правоприемником уже не существующего Альянс Банка. Как итог Форты получил огромный кредитный портфель. Сказать, что это безнадежные кредиты, ничего не сказать. Все наши клиенты твердят в один голос, мол, как мы могли заплатить тогда кредит, если двери Альянс Банка были перед нами закрыты. Прошло более 10 лет и тут на тебе. Арес за неуплату старого кредита. Понятное дело, что коллекторы, суд, частные судебные исполнители взыщут эту задолженность как по маслу. Часть населения вообще заплатят, не дожидаясь никакого суда. И это, друзья, предсказуемо. Никто не хочет никаких проблем с законом, тем более судом. А вот схему и механизм взыскания у этих компаний никто разобрать не посмел. На дворе 2015 год популярный Альянс Банк закрывается. Все активы, а самое главное кредиты, переходят во владение акционерного общества Форты Банк. Тот, в свою очередь, как владелец новенького имущества, распродал эти договора банковских займов и налево, и направо. Да, так можно было. Перед вами тот самый договор факторинга с ТО Агентства по работе с дебиторами. Обратите внимание на дату. 23 июня 2015 года. Как установил суд, сразу же на следующий день, 24 июня, новоиспеченный владелец уже перепродает весь этот кредитный портфель в другую компанию ТО Юнион Трасс. Теперь посмотрите на сумму этих крупных сделок. В решении суда указывается, что перепродаются 23 860 договоров банковского займа, сумма взыскания по которым составляет 19 613 824 451 тенге. И все это добро, друзья, благополучно продается и покупается чуть больше, чем за 4 миллиарда тенге. Ну, видимо, от таких сумм разум-то и помутнел у этих компаний. Агентство по работе с дебиторами опростоволосилось, когда пришло в суд за взысканием долга. Да и долгом это не назвать. Изысканным враньем мы назвали этот иск. Хитрецы приходят в суд, показывают жалкую копию этого договора факторинга и взыскивают деньги в свою пользу. А в наличии второго договора ни слова. Эх, нехорошо обманывать суд, ребята. Позже все договора лягут на стол суда и на резонный вопрос КРД, чё пришли-то? Долг же продали в Юниун Трасс и сыпь полезли в карман за ответом и вытащили выражение «ля-ля-та-па-ля». И это выглядело примерно так. Где ваше основание? Ля-ля-та-па-ля? Ну, видимо, сказать было нечего. Из буквального содержания вышеуказанных положений дополнительного соглашения следует, что с его заключением все права и обязанности по договору факторинга, а 23 июня 2015 года в том числе и право денежного требования по 23 860 договорам банковского займа перешли к ТОО СФК Юниун Траст. Соответственно, надлежащим ИСОМ по заявленным требованиям может выступать лишь ТОО СФК Юниун Траст. Руководствуясь статьями 223-226 Гражданского профессионального кодекса, суд решил, исковое заявление товарищества с ограниченной ответственностью агентства по работе с дебиторами к Жукенову о взыскании задолженности оставить без удовлетворения. Пожалуйста, друзья, нам совместно с судом удалось добиться справедливости и восстановить истинную картину. Конечно, это не 42 500 каждой семье, но роли государственного органа в данном случае нужно отдать должное. Мы нашли инструмент, чтобы освободить наше население от кредитной кабалы. Ну и в конце, друзья, пожалуй, самое важное. Сроки исковой давности никто не отменял. Если даже завтра Юниун Траст соберется и подаст на вас в суд, то 178-я статья Гражданского кодекса вам в помощь. Как-никак, 3 года прошло уже давно с момента заключения сделки, и все сроки у этих компаний истекли в 2018 году. Соответственно, у суда никогда не появится возможности взыскать с вас старый долг. Друзья, если у вас остались вопросы или вам нужна юридическая помощь по возврату излишне оплаченных сумм, то большая просьба сначала убедиться, что вашими взыскателями являются именно эти организации, а после звонить на эти номера. На этом все, друзья. Подписывайтесь, ведь это первый правовой канал, и мы стараемся, чтобы наш контент приносил вам пользу. Увидимся!